В эфире итоговый выпуск Петровки 38. Я Максим Сазонов. Здравствуйте. Более тонны наркотических веществ изъяли полицейские только в минувшем году. К уголовной ответственности привлечено 7 тысяч человек. Ликвидировано 47 организованных преступных групп, 12 лабораторий и 182 наркопритона. Несмотря на масштабные спецоперации полицейских, от наркотиков продолжают гибнуть люди. Убежденность, что от одного эксперимента ничего не будет, порой обходится слишком дорого. Вопиющий случай произошел не так давно в столице, где, решив попробовать спайс, умерло сразу два старшеклассника. Снежана Попова о человеческих трагедиях и о борьбе с наркоторговлей. Молодой человек слева, Павел, незакомплексованный, с отличным чувством юмора. Друзья считали его душой компании. Он еще говорил, что у него есть мечта, чтобы у него был один большой дом. И он там собирал всех-всех своих друзей, чтобы все друзья были рядом с ним. Потому что он очень любил всех своих друзей. Я вот никогда таких людей не встречала, я не знаю, даже встречу ли еще. Мария, Павел и Роман. У них были грандиозные планы покорить мир своими талантами. Была собственная музыкальная группа. Павел писал музыку и стихи. Друзья вспоминают, Павел практически ничего не боялся. Смело шел на любые эксперименты. Среди них оказались и наркотики. Впервые он попробовал их в Болгарии во время первой самостоятельной поездки за границу. Роман рассказывает, Павел тяжело переживал чужие успехи. Хотел написать свой, ни на что не похожий альбом. Для этого был убежден, нужны стимуляторы. Он меня агитировал. Говорил, звал. Говорит, давай, давай, может быть. Все время я ему говорил, может быть. Но, знаете, я видел его, как он меняется, его состояние. Какие-то демоны ему владели. Он просто под их танцы шаманские залез вообще не в ту степь. Наркотики Павел покупал через интернет. Там же в соцсетях обсуждал их действия. Паш, отврат. Больше этой хренью в одиночку не занимаюсь. В смысле? А ну-ка поясни. Стрём. Что чувствуешь? Полин. Писать трудно? Да всё, п*** трудно. Тебе хорошо или хрень? Скорей хрень. Полин, п***. С деньги на ветер. Я просто хочу, чтобы отпустила уже. Короче, всё, я тоже. Съел? Сейчас съем. Не надо. В одиночестве это нифига не прикольно, по-моему. А мощная штука. Насколько мощная, мама Павла узнала только через 4 месяца после той поездки в Болгарию. Татьяна Ивановна впервые увидела сына в таком невменяемом состоянии. Неожиданно ночью он выскочил в коридор в каком-то очень возбужденном состоянии и стал выкрикивать фразу «ради этого стоит жить». Я сначала не придала значения, потому что он вообще такой парень эмоциональный. Но меня поплохело, когда я увидела, что он повторяет это уже в пятый раз и начинает обнимать стены. И я задала первый вопрос. Ты что-то принял? И он сказал фразу, я даже удивилась, я подумала, что это шутка. Он сказал, я под кислотой. Скорее всего, предполагает Татьяна Ивановна, сын принял не одно, а сразу несколько порций синтетического наркотика. На смену эйфории пришли страх и боль. 20-летний парень без чувств вырухнул на пол и больше в сознание не приходил. Паша, Паша. Павел уже не слышит маму вокруг медики. Пытаются ему помочь, не получается. Приняли решение отвезти молодого человека в больницу. В машине скорой помощи Павел умер. От передозировки остановилось сердце. Специалисты говорят, эйфория – это то состояние, ради которого все и пробуют запрещенные психотропные вещества. Наркотики обостряют чувства и дают ложное ощущение собственной гениальности. На самом деле это все иллюзорное некое восприятие, и оно приурочено только вот к этому опьянению. Оно не запоминается, из него не вытекает никакой творческой активности. Практически каждый, кто решился попробовать марихуану, спайс, гашиш, экстази или ЛСД, уверен, от одного раза ничего не будет. Ни привыкания, ни тяжелых физиологических последствий. Это самое распространенное заблуждение, считают медики. Употребление наркотиков похоже на игру в русскую рулетку, и игра эта неизбежно закончится для человека проигрышем. Просто кому-то для привыкания необходимо несколько раз попробовать зелье, а для кого-то один единственный может стать роковым. Избавиться от зависимости практически невозможно, настаивают эксперты. Поэтому единственный выход – даже не начинать. Ждали мальчика, а родилась девочка-сорванец. Ирина с детства была веселой, легкой на подъем и любознательной. Она любила музыку и танцы, но больше всего ей нравилось рисовать. Незатейливые узоры переросли в творческие проекты. Ирина даже мечтала стать ландшафтным дизайнером, а потом вдруг решила – будет шеф-поваром. Однако мечте не суждено было сбыться. Теперь о дочке родители говорят только в прошедшем времени. Я поддерживал все, что она делала. Все. То есть там не было никогда вот этим не занимайся или занимайся именно этим. У нас в семье такого нет. Там было полное понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Именно поэтому 17-летней Ирине доверяли и даже разрешали ночевать не дома. Родители знали, с кем дочь дружит и где бывает. В тот вечер они были уверены – Ирина в безопасности. Девушка уехала в гости к однокласснице. Я потерялась. Потерялась, да, я тоже потерялась. Блин, пьяные марки. Ирина вместе с друзьями в тот вечер впервые и решила попробовать синтетические наркотики. Ребят! В компании из пяти человек в тот вечер скончались двое от передозировки. Такое заключение позже вынесли медики, констатировавшие смерть школьников. О том, что Ирина не вернется утром домой, Дмитрию Васильевичу сообщили полицейские. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Единственный эксперимент из любопытства двое одиннадцатиклассников заплатили собственной жизнью. Об этом случае стало известно руководству московской полиции. Расследование дела взял под личный контроль начальник столичного главка. Мальчик шел на золотую медаль в учебном заведении в своем школе. Девочка была и имела самое высокое IQ в школе. А цена вопроса знаете какая? Цена вопроса двух жизней – 100 рублей. В управлении по контролю за оборотом наркотиков подтверждают, наркодилеры очень быстро перестраиваются под современные реалии. Если раньше спайсы, экстази, ЛСД распространяли в клубах, подъездах и у метро, то сейчас практически все рынки сбыта переместились в виртуальное пространство. Мы с этим боремся. У нас есть подразделение, которое уже в рядах органов внутренних дел сформировано. УРЧ, которое непосредственно занимается именно разработками в сфере незаконного оборота наркотиков, которые распространяются только через систему интернет. И, конечно, есть результаты. Изъято порядка 300 килограмм концентрата курительных смесей. В целом наркотика из незаконного оборота изъято более тонны за год. Другие виды наркотиков по героину нам изъято около 370 килограмм. И остальные виды – это гашиш, синтетика, марихуана. Агрессивная реклама в СМС-рассылке и через популярные интернет-мессенджеры, постоянно меняющиеся номера мобильных телефонов и зарегистрированные в соседних государствах сайты. Бесконтактное распространение. Вычислить злоумышленников, торгующих смертью, сегодня непросто. Чтобы результаты были весомее, надо объединить усилия, говорят сотрудники правоохранительных органов. Держи! Полиция! Держи! В 2016 году столичные полицейские привлекли к уголовной ответственности 7 тысяч человек. Удалось довести до суда дела, в которых фигурировали 5 организованных преступных сообществ. Ликвидировано 47 организованных преступных групп, в состав которых входили порядка 300 человек. 12 нарколабораторий прекратили свое существование. 182 наркопритона ликвидировано. Вообще катастрофа. В России сейчас зарегистрированы более полумиллиона человек больных наркоманий. Из них ежегодно от отравлений и передозировки погибает 8 тысяч. В том числе молодых, талантливых и красивых. Чтобы изменить эту статистику, необходимо понимать. Приняв наркотик однажды, даже ради эксперимента придется заплатить. Кому-то штраф, кто-то расплатится годами свободы. А кому-то за это удовольствие придется отдать жизнь. Снежана Попова, Сергей Емельянов, Станислав Баранов и Дмитрий Трудников. Петровка, 38. На сегодня у меня все. Берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин